Приветствую вас. Сейчас расскажу вам о талантливом актере Николай Еременко-младшем. Николаю было всего 52 года. Недавно только отца схоронил. И ушел следом. Строили разные версии. У каждого была своя. В последние годы Николай Еременко-младший выглядел очень запутавшимся и поникшим. Гроб артиста провожали три его любимые женщины. Бывшая жена Вера – тайная любовница, а по сути вторая жена Татьяна Масленникова и невеста Людмила. Николай Еременко-младший родился в Витебске в семье актеров. Его отец, актер Николай Николаевич Еременко, был закаленным человеком, прошедшим войну, концлагерь и пытки гестапо. Несмотря на известность, он был простым принципиальным человеком с четкими ориентирами в жизни. А его сын, хоть и унаследовал великолепную внешность папа актера, был человеком, выросшим в совершенно иной обстановке – золотым мальчиком, любимцем женщин, мгновенно завоевывающим популярность. Ему ничего не надо было делать, чтобы к нему стекались толпы поклонниц. И Николаю это искренне нравилось. Он родился в день всех влюбленных, 14 февраля, и любил пошутить на тему, что обречен на круговорот страстей. Именно так и было. Особенно, когда к красивой внешности добавилась известность. Он дебютировал в фильме наставника Сергея Герасимова, затем последовали известные ленты «Горячий снег», исполнение желаний, красное, черное и мегапопулярный боевик «Пираты Хахвека». Супругой актера стала Вера Титова. Как они и говорили, симпатичная девушка с типажом профессорской дочки. Вскоре в браке родилась дочь Ольга. Веру многие воспринимали как приложение к мужу, верную всепрощающую спутницу жизни. Вера отпускала мужа одного на фестивале и прощала многочисленные романы. После смерти артиста многие женщины будут рассказывать, как красиво он умел ухаживать и как сильно их любил. Но артист, хоть и понимал, что не создан для семейной жизни, бросать жену не собирался. Даже когда в его жизни появилась Татьяна Масленникова, которая впоследствии родила от него дочь, и актер дал понять, что не разведется. «Мы, Еременко, своих жен не бросаем», — сказал он как-то в интервью, имея в виду своего отца, который прожил с женой 50 лет. Он прожил с Верой 25 лет. Мама артиста вспоминала. «Ни я, ни Николай Николаевич. Никто не знал, что у Коли есть вторая семья, что у него родилась дочь Татьяна, названная, видимо, в честь мамы, Татьяны Масленниковой. Коли нам их не показывал, он однажды проговорился, когда я ему сказала, что надо бы нам внука, внучка-то уже есть, а он ответил, да вот что-то одни девки получаются. Я еще тогда задумалась, мол, какие девки, у него же одна дочь. Кинематограф, между тем, переживал сложные времена. В это время многие прославленные актеры садились на стакан. Подобное происходило и с Еременко-младшим. Актер исповедовал здоровый образ жизни, занимался спортом, в сложных сценах играл сам, без каскадеров. Он никак не ассоциировался у окружающих с пьянством и болезнью. Николай страдал не только от невостребованности, но и переживал за отца. Папа артиста слег с первым инфарктом. Еременко-младший затеял съемки фильма «Сын за отца», чтобы морально его поддержать. Сам он в этой ленте впервые попробовал себя в роли режиссера. Это, кстати, единственное кино, где два Николая Еременко появляются вместе в одном кадре. Там же, на съемках Еременко-младший познакомился с последней любовью Людмилы. Девушка была ассистентом режиссера, к тому же красивой, к тому же молодой. Этот роман на некоторое время встряхнул артиста. Людмила трепетала перед Еременко и смотрела на него восторженно. Это вдохновляло. Ради этой девушки он впоследствии даже решился на развод. Но произошло это только после смерти Еременко-старшего. Будь отец жив, Николай вряд ли разошелся бы с женой, боясь разочаровать папу. Еременко-младший переживал потерю отца очень тяжело, тем более, что его самого начало терзать предчувствие скорой смерти. «Похороните меня рядом с отцом», — попросил актер. У Еременко открылось второе дыхание благодаря молодой подруге. Тем не менее, жениться на Людмиле Еременко не спешил, а в последний свой визит к матери в Минск грустно сказал, «Зря я все это затеял». Незадолго до смерти актер лег в больницу на лечение после сильного запоя. Врачи сделали ему переливание крови и строго-настрого запретили пить. Но вскоре Еременко-младший снова сорвался. «Это произошло в мае 2001 года», — рассказывала Галина Александровна. «Люда хотела вызвать скорую, но он ей строго запретил, когда я пьяный, никаких скорых». Они до вечера ждали нарколога, а ночью сыну стало хуже, и его госпитализировали в Боткинскую больницу с инсультом. Мне позвонила Людмила и буквально прокричала в трубку, «Он еще жив, приезжайте». Я даже не помню, как добиралась до Москвы. Приехала сразу в Боткинскую больницу, меня часа три держали на лестнице. Когда все-таки зашла в реанимацию, увидела Колю голого, прикрытого простыней. Руки у него были связаны, дышал он через аппарат. Я спросила у медиков, «Он меня слышит?» Сказали, что нет. Тогда спросила, «Он вообще придет в себя?» Врач сказал, «Нет». Ему осталось жить примерно часа три. Я потеряла сознание. Меня откачали, и я все это время сидела рядом с сыном, говорила с ним обо всем. Николай Еременко-младший скончался 27 мая 2001 года, не выходя из кома. Он был похоронен в Минске, рядом с отцом. Имущество актера было разделено между его дочерями Ольгой и Татьяной, и матерью Галиной Александровной. Многие обвиняли Людмилу в смерти Еременко-младшего, мол, если бы он остался с первой женой, она сумела бы сориентироваться в ситуации, Николай остался бы жив. На это девушка отвечала, «Людям надо найти виноватых». Да я и сама больше всего себя виню. Кажется, что что-то не сделала, не настояла на том, чтобы вызвать скорую, а не дожидаться до вечера прихода нарколога. Но с годами понимаешь, что все в руках Божьих. Честно вам скажу, Еременко был одиноким человеком. Те, кто его любил, и так не забудут. Подписываемся. Ставим лайки. Комментируем. Субтитры сделал DimaTorzok